Всем привет, друзья, с вами Букреев, и наконец-то долгожданное видео, которое вы все просите меня каждый день. Букреев, где посылки? Где посылки? Вот они, посылки. Так, ну и сейчас у меня стоит самый сложный выбор в моей жизни. Где же мы сегодня будем открывать посылки? Здесь на полу, как бы по классике, да, как вы все любите. Или вот на столе. Пол или стол, голосуйте здесь в подсказках. Да, если честно, я подумал минут 10 и понял, что я не смогу выбрать что-то одно. Будем открывать сегодня и на полу, и на столе. Кстати, все посылки, которые я сегодня открываю, заказаны с помощью моего сервиса «Бесплатный посредник Алиэкспресс Украина». Он для людей, которые живут в Украине, не хотят, не умеют, нет времени париться с заказами на Алиэкспресс. Мы бесплатно помогаем, и еще вот ваша посылочка в видео попадает. Там уже больше тысячи отзывов. Все ссылки я оставлю под видео. Отзывы тоже можете почитать. Все настоящие, все реальные. Ну и если вам что-то из этих посылок понравится, вы, естественно, можете купить это самостоятельно. Ссылку на каждый товар я тоже оставлю под видео. Все, короче, ребята, погнали открывать кучу посылок. Здесь много всего интересного. Я думаю, мы начнем распаковку именно на столе. Так, вот, первая посылка 18 долларов и 23 доллара. Здесь две штуковины открывать. Я сегодня буду посылки с помощью вот такого тесака со своей коллекцией ножей. Кстати, или уже вышло, или выйдет видео с коллекцией ножей новой. Обязательно посмотрите именно новую коллекцию ножей. Ссылочка тоже будет здесь в подсказках. Так, ну что, вскрываем нашу посылку. Опа-на, опа-на, ребята, разная стоимость здесь. Здесь разная стоимость, здесь термометры. Так, в этой посылке мы обнаружили термометры. Видно явно, что один покруче. Прямо такой, знаете, двухканальный, если это можно так сказать. Вот таким образом он выглядит. И в комплекте, смотрите, два щупа, да, чтобы засовывать в мясо продукты еще куда вам нужно. И проверять степень их готовности по температуре внутри. Вещь очень полезная, если вы что-нибудь любите интересное приготовить. Так, друзья, работает эта штуковина всего лишь от одной батарейки. Можно переключать Цельсий или Фаренгейт, Цельсий. И вот, собственно, включение. Видимо, один канал включается и два. Так, ну, нам, видимо, наверное, один нужен. Вот. И вот он, собственно, наш щуп. Кстати, посмотрите, в защитной какой штуковине пришел. То есть, все прекрасно. Так, почему-то Фаренгейт у нас наоборот. Может быть, вот так. Нет. Почему-то. Почему-то. Сейчас разберемся. На самом деле, эта штуковина очень серьезная, друзья. Потому что здесь можно настраивать, да, при какой температуре нас оповестить. То есть, мы щуп втыкнули, ушли заниматься делами своими, смотреть русские сериальчики, пока стоит жариться. И, грубо говоря, вот, ну, я сейчас рукой, вот, типа, это щуп не ржу, не знаю, 30 градусов. 31 натираем. Короче, когда будет 71 градус, это хреновина запечит. Давайте даже проверим. Так, видимо, сейчас, если натереть, нагреть эту штуковину до 33 градусов, все должно сработать. Пожалуйста. То есть, просто шикарно все работает. И здесь, смотрите, и курочка, и свининка, и говяжка, и медиум, и вэл. Короче, можно еще эту настройку поставить. Блин, просто охренительная вещь. Хочу себе такую. Так, давайте быстренько посмотрим. Следующий, это такой, как бы, одноканальный. Можно сказать попроще, но суть та же. Да, я уже включать не буду, мы только что это все проверили. Так же он выглядит, просто у него один канал на один щуп, и щуп поменьше, да. То есть, а так, как бы, суть одна и та же. Продолжаем наш распаковочный карнавал. 25 долларов стоимость следующей посылки. Здесь, ребята, обувь. Может ли быть обувь из Китая вообще нормальной? А тем более за 25 долларов сейчас мы с вами это все узнаем. Откроем, посмотрим, как сделано, как прошито. Стоит ли такие вещи вообще покупать на сайте Алиэкспресс. Собственно, я для этого видео такие и снимаю, да, чтобы вы смотрели, что заказывают люди и понимали, стоит ли покупать что-то подобное или именно этот товар. Так, ну, запаковано, конечно же, все без коробочки. Это, конечно, минус, но, опа-на, ну, так вот, смотрите, я сразу показываю. Это как бы ненормально, это сразу видно, то есть здесь или не проклеили, или еще что, что вот это такое. Это будет и доказательством. Там мы будем открывать спор, вот вам, ребята, бесплатный посредник. Если что-то не то пришло, мы сможем открыть спор и помочь вам вернуть часть денег, ну, короче, помочь вам вернуть, сделать компенсацию. Вообще не нужно ничего будет париться. Мы все это сделаем сами, у нас огромный опыт. Но это не, это ненормально, это некачественно. Вот вам обувь за 25 долларов. Внутри здесь как бы вроде все норм. Вроде бы как бы все нормально, да, но явно как-то вот проклеено не очень. Или клей какой-то галимый, или китайчик не постарался. Давайте посмотрим на втором. Здесь такая же проблема. Так, я сейчас покажу вам поближе. Здесь такая же проблема на носке, да, то есть это ненормально. Видно, что здесь отклеено. Сбоку, в принципе, нет. То есть я думаю, что это как бы, как бы брак, да. То есть это кто-то, китайчик маленькими своими ручками делал, и у него-то клей туда не капнул нормально, да. В целом, просто тканевые боты, если визуальный формат вас устраивает, то можно брать. Но, вот это как бы, не знаю, критично это для вас или не критично. Возможно, это просто приклеивается клеем, возможно, нет. Может быть, нужно сделать будет что-то серьезнее. Но, я то, что вижу, то вам сразу же говорю. Так, следующая посылка 12 долларов. И да, кстати, если вам нравятся мои видео, если вам нравятся мои видео, пожалуйста, поддержите меня лайком. И давайте все вместе попробуем собрать 5000 лайков на этом видео. Это будет просто охренительно. Я верю вас, я верю в то, что вы сможете. Так что, давайте ставим лайки и смотрим дальше. Открываем следующую посылку. 12 долларов, как я уже вам сказал. Смотрите, ну, вот как бы, вроде бы, пока все очень даже неплохо упаковано. Посмотрим, что внутри. Так, а такая штуковина у меня уже когда-то была. Обратите внимание, практически не поврежденная упаковка. Ну, может быть, чуть-чуть. Кинули ее когда-то во время доставки. Но, думаю, что внутри все целое, мне так кажется. И это, ребята, ночник луна. Ночник луна. Это, вообще-то, луна. Это, вообще-то, подставочка для нее. И все должно быть очень красиво. Очень красиво. Сейчас попробуем запустить. В комплекте у нас немножечко соломы для подкормки свиней домашних. В принципе, инструкция, да. Сюда тыкните. Ну, блин, понятно. И, в общем-то, вот, да, USB и в саму луну. Давайте посмотрим, как она светится. Так, я что-то совсем ничего не врубаюсь. Смотрите, я тут взял пауэрбанк и взял... Я просто оттыкнул и достал. Она начала светиться. Я что-то вообще не понимаю, почему так происходит. И она потом потухла. Потом опять начала светиться. Короче, как-то на странном формате работает. Вроде бы, вот, на ощупь здесь аккумулятора внутри нет. Смотрится прикольно. Я не спорю. Ну, вот это только что было действительно странно. Потому что какая... Так нету, вроде бы, аккумулятора. Она очень лёгкая. Я не могу понять, что тут накопилось. Какая энергия. Здесь не написаны никакие данные по поводу... А, есть. 240 миллиампер часов. Понятно. Есть. Всё-таки здесь есть батарея. Но почему-то активируется. Может, для этого была инструкция. Активируется, да? Типа, вот я оставил, она ярче начинает светиться. Это очень странный гаджет. Это, ну-ка, так вот, потухло. А ну, давайте я как-то в пауэрбанк её внедрю и нажму. Ага, всё, пошла заряжаться. Всё. Она, короче, портативная. Вот так вот от пауэрбанка она не светится, да? То есть от розетки. Ей как бы нужно, по идее, зарядиться. Уникально. Просто уникально. Я думал, она просто работает от этого кабеля. Нет, это... Она так заряжается, а включается. Она нужно в струмите. Что вообще? Что это такое? Очень странная вещь. Следующая посылка стоимостью 10 долларов. И здесь моя самая любимая упаковка. Если вы листаете Алиэкспресс и видите в отзывах, да, что кто-то сфоткал такую упаковку, знайте, товар перейдёт к вам целый. Потому что, ну, блин, повредить что-то в этой штуковине очень сложно, если невозможно, да? То есть, смотрите, да, если даже будут бросать, как бы ничего не произойдёт. Но здесь ещё торчит какой-то хвост. Что вообще здесь такое? И, кстати, друзья, если покупаете что-то на Алиэкспресс или вообще в любых магазинах в интернете, обязательно используйте кэшбэк сервис Letyshops. Он работает с огромнейшим количеством магазинов и помогает вам вернуть деньги с каждого потраченного вами рубля. Ну, или гривны, или доллара, как угодно. Короче, покупайте что-то в интернете, используйте Letyshops и часть денег возвращаете назад. Ссылочка на кэшбэк сервис обязательно будет под видео. И не дарите деньги никому просто так. Так, возвращайте их назад с Letyshops. Давайте посмотрим, что... Ой-ё, шкарный малет. Твою налево. Я, конечно, не шарю, но, по-моему, это что-то очень опасное. Одевается, во-первых, на руку. Вот так, к какому-нибудь малому гангстеру. Ё-ё, это выкидной какой-то нож. Подождите, походу то, что он вот так загнулся, не должно было быть. Я не могу снять, пристал, за часы зацепился. Походу, вот так не должно было произойти, посмотрите, да? То есть, это, ну, немножечко странно теперь выглядит. Так, а как... Ох ты, ёшкарный балет, вы поняли, да? Так, а вот этот черепок, это просто. Это, видимо, просто, как бы, типа, бонус. Такая вот хреновина. Ну, блин, чё сказать? Таким ножом вам будет сложно кого-то убить. Во-первых, потому что он резиновый. Во-вторых, потому что он загнулся. Но в целом, если как бы придавить, да, какое-то время он полежит, всё будет, типа, окей, но смотрится это действительно странно. Я подумал, что это чей-то хвост, никак на лезвие не похоже. Так, раз, ну, вообще, как бы, всё работает. Пластик дешёвенький, красочка такая дешёвенькая, на руки не берётся. И уже, слава богу. Ну, ссылку обязательно оставлю под видео. Продавцу хотя бы огромнейший плюс, что он попытался спасти и запаковал в такую упаковку. Это тоже стоит денег и стоит уважения этот продавец. Но вот это он как бы не рассчитал. Нужно было что-то с этим придумать. Так, я не придал сначала значение вот этой хреновине. Потому что я вообще не понимаю, как она закрепляется. Здесь вообще не за что крепить. Но, походу, это прикрытие, да, то есть, так, вы заряжаете... Извините, я уже, вроде, закончил с этим товаром, но это смотрится интересно. То есть, вы как бы, да, зарядили ваш кинжал, ваш нож, спрятали его. И такие, типа, идёте, ну, у меня нормально, пальцы... Здорово, братан! А потом так... И протыкаете его. Ну, смотрится вот эта очень крутая штука. Она такая непонятная резиновая игрушечная. Смотрится как кожаная визуально. Я решил, что все посылки маленькие открою на столе. А те, которые побольше, мы откроем по классике на полу. И посмотрите, какая чистая ко мне пришла посылка. Спасибо всем, кто в этом принимал участие. Ну, это просто капец, ребят. Ну, это очень странно, что посылка такая грязная пришла. Так, здесь штуковина за 12 долларов. И это контроллер для электровелосипеда. Сейчас я вам достану. Его покажу. Кстати, продавец упаковал достаточно неплохо. То есть, там есть какой-то поролончик внутри. Я вот там не особо шарю. По-моему, у Криосан я видел что-то подобное, когда они там супервелобайк делали. Может, это как раз после просмотра этого видео кто-то у меня заказал. То есть, пожалуйста. Вот он, контроллер для электровелосипеда. И я вот иногда тоже задумываюсь. Может быть, что-то попробовать такое тоже интересненькое. Сконструировать, как вы думаете. Попробовать. Сделать какой-нибудь такой видос. Сделать какую-нибудь безумную хрень. Не знаю. Можно даже с велосипедом. Не важно. Сделать что-нибудь интересное, реально безумное. Какой-нибудь классный DIY. Интересно вам это или нет? Голосуйте вот здесь в подсказках. Следующая посылка стоимостью 93 доллара. И опять же, огромнейший респект этому продавцу. Потому что посмотрите на эту упаковку. Это просто шикарно. Потому что внутри у нас Redmi 5A смартфон от Xiaomi. И, блин, ребят, вот захотите покупать смартфон, да? Вот заходите к этим продавцам и выбирайте что-то у них. Смотрите, цены у них в первую очередь. Потому что, ну, если он пакует так, то это очень круто. Плюс, посмотрите, еще в подарочек вот такую штуковину. Ring подарил. И вот он, собственно, наш смартфончик. Так, смотрим, что у нас здесь написано. 5 дюйма дисплей, 13 мегапикселей камера. Здесь слот Snapdragon 42425. 42, говорю, 2 гигабет оперативы. 16 встроенный. Dark Grey. Давайте на него смотреть. Первое впечатление. 93 доллара от Xiaomi за эти характеристики. Очень даже неплохо. Так, пластиковый корпус. То, что я сразу чувствую, очень легкий. Очень-очень легенький. Давайте запускать. Попробуем сделать какую-нибудь пробную фоточку. Ну, все по стандарту. И пока он включается, комплектация. Опять же, Global Version. Нормальный, я надеюсь, заряд. Да, без переходничка. Нормальная европейская зарядка. Все, пожалуйста, micro USB. Все, что нужно, все есть. Ну, вот здесь, не знаю, гробик такой. Маленький, маленький диванчик для кого-то еще оставили. Все, пожалуйста, запускаем, смотрим. Так, пока приложение запускается, я хочу вам показать свою обновочку. Другой, другой смартфончик я себе купил. Просто так, от нихринди откупил. Давай, типа... Ой, ёпт. Что-то... Я не это заказывал. Меня обманули. Что с ним? Короче, на самом деле, я, ну, уронил в своем путешествии на брусчаточку свой iPhone. И, ну, все-таки он со мной попрощался. И если вам вообще интересно, могу что-нибудь вам рассказать свое мнение про iPhone X. Или рассказать про этот 6S. Что с ним случилось вообще, кроме того, что я его разбил за то время, когда я его использовал. И менял бы я его или нет, если бы разбил. Короче, пишите в комментариях, если вам это интересно. А сейчас запустился наш Xiaomi смартфон. Кстати, оставим наш смартфон, будем сейчас его фоткать. Тестировать как бы камеру, да, такой экспресс-тест, как вы любите. Сразу, только смартфон включился, сразу запуская камеру, на все согласен. Так, окей, все, не вопрос. Просто наводим, тыкаем, фоткаем. И теперь, ребята, смотрим. Да, это экспресс-тест, который показывает, на что способна камера. Я вам скажу, очень даже неплохо. Неплохая детализация. С учетом того, что так, раз, с коробки фотка вообще беспариво. Что могу сказать по поводу вот такого смартфона? Очень легкий, очень компактный, современный. Если там где-то посерфить в интернете, окей. Играть, конечно, я не думаю, что какой-нибудь PUBG он потянет. PUBG не потянет. Я уверен, будет взрываться, греться и вообще тормозит жутко. Но, просто вот как звонилка, как серфилка в интернете, как какой-то мини-навигатор подойдет. Отлично, надежные, хорошие смартфоны делают Xiaomi. И тем более, у таких продавцов, которых так пакуют, стоит покупать. Так, что я вам хотел еще показать, что... А, слушайте, так это Fantasy Technology. Это Eric Young. Надежный бренд 99.1. Я знаю его. Самый первый смартфон свой с Алиэкспресс. Мы покупали именно у этого чувака. Он достаточно надежный. Но я вообще к чему ноутбук принес? Показать, что здесь тоже можно все посмотреть. Вот таким вот расширением для браузера АлиТулсом. Какие цены были, какие сейчас. И мы видим, что сейчас практически самая низкая цена. То есть, действительно, этот смартфон выгодно было покупать именно сейчас. Вот АлиТулс вам именно и покажет, когда стоит покупать смартфон. Когда цена на него действительно самая низкая. Плюс еще вот так вот нажимаем следить за ценой. И если цена еще ниже будет, нам придет уведомление. Но этот, кстати, продавец Fantasy Technology. Ой, сколько же лет я его знаю. Это на самом деле очень серьезный продавец. У него было очень много... Нет, смотрите. Fantasy Technology и очень мало отзывов. Странно, странно. Эрика Янга я очень... Кто очень давно смотрит канал, тот помнит, что Fantasy Technology Эрик Янг был огромнейший магазин. Может быть, просто название совпало. Может быть. 36 долларов стоимость следующей посылки. Так, давайте посмотрим. Так, как хорошо она раскрывается. Прям приятненько. Посмотрим, что у нас внутри. Опа. Опять же, зачет за упаковку. Это хорошо. Хотя здесь скотчем прямо по упаковке бахнул, да. То есть, когда открываешь, получается вот такое. Это уже не очень приятно. Как бы можно было немножко поаккуратнее. Сейчас поймите, почему. Потому что коробочка сама по себе очень красивая. Но скотч, извините, просто прилип к бумаге и никак ты от этого уже не избавишься. Приходится повреждать. А коробочка красивая. Могла бы потом туда сахар сложить или еще что-нибудь. Так, смотрим, что у нас внутри за 35 долларов. Вот тут даже такая подстилочка пенопластовая с бумажечкой. Со всеми делами подстелена. Так, здесь у нас все завязано. Нужно все развязать, чтобы показать вот такой вот глиняный. По ощущениям чайничек резиночкой у нас оплетено, чтобы... Ну, вы понимаете, зачем, да, чтобы крышка не отвалилась. Очень красивый. Не знаю, но это для ценителей, для любителей, тех, кто реально смогут оценить по достоинству. Глиняный, красивый чайничек для чая, видимо, китайского. Что сказать? Смотрится красиво. 35 долларов. Это должны сказать мне те, кто любит чай, стоит такой чайник или нет. Так что, если вы шарите, напишите в комментариях, очень интересно узнать. Но визуально, конечно, очень все красиво и упаковка достойная. Кроме вот этого. Нужно было немножечко аккуратнее продавцу заклеить. Следующая посылка совсем небольшая, а стоит 50 баксов. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Как упаковал китайец, стоит ли такую штуковину покупать. Так, здесь у нас посылка в посылке. Ну, это не помешает, в принципе. Хуже от этого не будет. Пусть лучше много раз, лишних раз обмотают, запакуют. Так, и что у нас здесь? Вот такой MP3-плеер Dodo Cool. Я знаю эту фирму, они что-то мне присылали. Другой или часы, или что-то такое. Коробка очень плотный, черный картон. Пожалуйста, читайте. Может быть, кто шарит, может быть, что-то здесь полезное. 30 часов батареи, хай-фай музыка и так далее. Открываем, посмотрим. Оцениваю только визуально, потому что я в этих вещах не очень шарю. Особенно в такой вот музыке, MP3-плеерах. Так, ребят, честно. Очень достойно в руке лежит. Он цельнометаллический, прохладный. Реально приятно такую штуковину взять в руки. Но вот как-то для меня это прям вот шок, да? Что сейчас можно купить MP3-плеер просто для прослушивания музыки. Это нужно что-то в этом деле понимать, чтобы так сделать. Может быть, он включится у нас. Давайте попробуем. Так, конечно же, запускается. Здесь, пожалуйста, и батарейка. Ну, блин, это прям вот, прям док-станция такая, знаете, для прослушивания музыки. Настройка, радио и так далее. Диктофон, микрофон. Камеры только нету. И можно было бы еще позвонить с него. И было бы вообще огонь. Смотрится вещь очень солидно. Но, видимо, для ценителей. Потому что, ну, я не могу осознать ценность ее. Потому что, ну, струбил наушники в айфон и погнал слушать музычку. Здесь еще у нас в комплекте кабель для зарядки. И, собственно, все. Смотрится достойно. Стоимость 50 долларов. Ссылочка будет обязательно под видео. Открываем следующую посылку. Стоимость ее 12 долларов. Давайте посмотрим, как тут все упаковано. Так. Блин, вот, нет, здесь еще не слишком. Бывает, так замотают. Просто капец. Хотя, вот это развернуть, это тоже задача интересная. Хотя, здесь нет. Здесь, в принципе, сверху так разрезал аккуратно. И достаешь. Так, что у нас здесь? Пожалуйста. У нас здесь, господи, пирометр, термометр, бесконтактный термометр. Хорошая вещь. Очень интересная. Так, не очень, не очень дорогая. Нужны батарейки, чтобы понять, как она работает. Ну, давайте я сейчас батареечки найду. И, в принципе, вам кратко, кратко скажу, что да как. Немножечко я вас обманул. Эта штуковина, я не знаю, стажа у нее суть или нет. Но, именно вот эта штука позиционирует себя, как просто термометр, да. Для чего это сделано? Типа, вот включаете, допустим, берете, и вам нужно температуру тела измерить. Такой раз, кликнули. Опа, 36,7, да. То есть, опа, еще разочек давайте попробуем. 36,5. Ну, там плюс-минус, понятно, погрешность в любом случае есть. То есть, температуру стола вряд ли она, тем более белого, не захочет измерять. Там, я не знаю, температура тоже прозрачная. На целлофанке 32,3. Но, это не такой вот пирометр, да, где есть указка, там, где вы направляете куда-то и так далее. И этой штукой, я думаю, что лучше только кожу мерять, прикладывать поближе, там есть инструкция. Но, есть еще пирометр. Ну, вы знаете, что такое пирометр. Но, это именно термометр. Такая огроменная, кстати, штуковина. Но, мерят, вроде, достаточно стабильно. Так, я сейчас себе выстрелю в лоб. А ну-ка, вот пикнул, 37,1 на лбу. Ну, ты посмотри, Букреев сгорает на работе, просто горит. Так, Букреев припер остатки маленьких посылок. На стол, чтобы быстрее все открывать. И в следующей посылке, стоимостью 6 долларов, у нас должна быть интересная штуковина. Я не понял, как это должно работать. Но, мы сейчас с вами вместе посмотрим. Короче, во-первых, вы видите, да, в каком состоянии пришла упаковка. Ну, блин, что я могу сказать? Я просто промолчу, потому что это печально. Это все печально созерцать, потому что, если на какой-то подарок, то... Ну, нужно продавцу, мне кажется, думать, как-то это паковать получше. Хотя здесь внутри все в пенопласте, не должно быть повреждено. Это, ребята, метеостанция. Вот в таком формате. И там нужно почитать инструкцию. Она должна нам показывать погоду, да. То есть, что у нас будет, как будет и так далее. Сейчас я вам... Так, во-первых, стеклянная колба... Я не знаю, как она после вот этого дошла, да. То есть, вот, смотрите, здесь написано примерно на китайском, что будет. Ну, на русском тоже дохрена инструкции. Как-то работает. Она, короче, должна вам показывать прогноз, грубо говоря, погоды. Мини-мини-метеостанция. Не знаю, может быть, заказать мне, чтобы протестировать ее попробовать. Не знаю. Если только вам интересно. Так что жду вашего отклика в комментариях. Следующая малюсенькая. Ну, как малюсенькая. Не очень большая. Но 38 долларов стоит посылка. И я чувствую, что здесь сразу же коробка красивая. Поэтому нужно очень аккуратненько вот так вот это все дело поддевать. Открывать, чтобы не повредить коробку. Не люблю продавцов, которые вот так пакуют, да. То есть, ну, должно быть что-то. А нет. Здесь, кстати, не заводская, а просто, наверное, коробка. Тогда продавец молодец. Как быстро меняется мое настроение сегодня. Посмотрите, что случается с ножами, да. После того, как я ими там 5 видео сниму, посылки открою. Они просто тупые, жутко. Они скотчем залипают. И я вообще нихрена не могу разрезать. Да, продавец все-таки молодец. Потому что это, походу, не заводская упаковка. Да, а заводская внутри. Это круто. То есть, я боялся повредить именно вот эту. Карточка с гарантией. А вы что? Ёп твою налево. Ну, напечатанная самим продавцом. Но сам продавец может быть и производителем. Так, и теперь нам нужно как-то из этой очень плотной коробочки достать нашу другую коробочку. А здесь у нас вот такого формата наушники. Давайте посмотрим на них поближе. Так, у меня достаточно сомнительное такое ощущение насчет этих наушников. Что-то я немножко странно сказал. Сомнительное ощущение. Короче, вызывают они у меня сомнения. Потому что, ну, все, что я не одевал, кроме AirPods, вот такого формата, ну, было неудобно. Вот честно, я не знаю, но для меня AirPods, когда я их одел в свои уши, вот, я как-то почувствовал, это очень классно и удобно. А здесь вот все, что я не мерил, мне не особо нравилось. Но давайте хотя бы визуально посмотрим. Потому что наушники-вкладыши мерить не буду. Они очень маленькие. Это их безусловный плюс. Так, фокус. Вот. Они маленькие. Это хорошо. Вот здесь для зарядки такие разъемчики. Они маленькие. То есть, они должны быть легкие, должны быть удобные. Но, опять же, здесь, мне кажется, в плане наушников это все так индивидуально, что просто капец, как сложно сказать. Но это, получается, вся упаковка стоила, там, 30 долларов, да? То есть, считайте, сколько одни наушники стоили. И здесь вот, опять же, есть подушечки, есть кабель для зарядки в комплекте. Все как нужно. Есть. Так, вот они. А, подождите. Подождите. Это что? Это у нас, получается, и не Bluetooth наушники? Получается, это у нас и не Bluetooth наушники, что ли? Да, получается, что, если я правильно понял, вот у нас есть кабель, где у нас стандартный разъем 3.5. 3.5 стандартный разъем, а здесь у нас вот такие вот выходы. Возможно, они могут как обычные используются наушники и как необычные, да? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Это такое решение индивидуальное. Действительно, наушники это, в общем, индивидуальное решение. Кому что нравится. Сейчас конкретно я о них ничего не могу сказать. Нужно, ну, реально, пару недель послушать, и только потом реально четкое мнение можно говорить. Идем дальше. Стоимость этого пакетика всего лишь 2 доллара. И как вы думаете, что здесь? Конечно, это ресницы. Меховые, пушистые. Как, как... Не знаю. Не знаю, у кого такие ресницы вообще в природе, кроме девушек, у которых их клеят. Боже, меховые ресницы, ребят. Мех на глаза. Следующая посылка стоимостью 15 долларов. Что-то здесь внутри серьезное должно быть. Так, о, уже резиночку вижу. Перемотано красиво. Так, что? Что же это все? Я вспомнил. Это фэшн кейс. Born to love. Рожден, чтобы любить. Пожалуйста. Ну, вот смотрите. Здесь так аккуратненько внутри. А когда вот открываешь, ну, вроде как бы да, но нет. Так, что-то у нас в комплекте отвертка. А, отвертка для нашего кейса. Потому что он у нас разборной. Еще и защитный. То есть вы поняли, да? В чем суть? Здесь как бы есть защитное стекло. И металлическая такая рама. Рама разбирается, получается. И все это хорошенечко фиксируется. Вот здесь есть болтики. 15 долларов. Вот такая рама. Это, наверное, для айфона. А может быть и нет. Может быть для какого-то китайского смартфона. Ну, упаковано хорошо. Ничего не повредится в такой упаковке. И такое даже приятно дарить. Да? То есть, посмотрите. Смотрится реально достойно. Но резиночка здесь была, кстати, не зря. Потому что оно само открывается. Вот так вот как красиво. А без резиночки слегка открывается. Идем дальше. Следующая маленькая посылочка. 7 долларов. Я уже не дождусь, когда мы пойдем на пол. Там большие посылочки. И это, ребята, бреющие такие головки для бритвы. Да? То есть, вы поняли. Именно такой электрической бритвы. Вот так они выглядят. 7 долларов. Целый набор. Почитайте отзывы продавца. И смело покупайте. Все пришло. Следующая посылка. 4 доллара 20 центов. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. И, ага, это у нас очередной кейс. 4 доллара. Посмотрим. Ну, я вообще не люблю такие раскладные кейсы. Но это чисто мое мнение. Так, в комплекте у нас еще шнурек есть. Все брендовое. Все сделано неплохо. Сделано за эти деньги неплохо. Но я просто вот сам по себе, я не люблю вот такие кейсы. Не знаю, почему. Мне не очень нравится, что вот это открывать, закрывать. Хотя они многофункциональные. Можно поставить аккуратно смартфон, чтобы что-нибудь смотреть там на парте, пока учительница отвернулась. Можно и на парте, пока начальник отвернулся. Неважно, где угодно. Можно просто поставить, пока нет просто начальника. Следующая посылка вот в таком формате ко мне пришла. Такое ощущение, что я уже кто-то сжирал. Посмотрим, что внутри. И стоимость, знаете, ребят, ни много ни мало 9 долларов. И здесь у нас вот такой вентиль. Вот такой вот кран. То есть, вот как это работает. Так, ну, что-то я думал визуально прям будет видно. А вот, нет. Что-то мне или кажется, или там видно. Это все визуально. Короче, кран, вентиль, что угодно. Можно присоединить и перекрывать кому-то. Типа вот он. Открываем. Все, водичка пошла и закрываем. 9 баксов. 3 доллара 75 центов. Малюсенькая посылка. Просто с вот такими крючками. Я не знаю, это крючки не на рыбу ходить. А что-то вешать или, наверное, в строительстве использовать. Ну и последняя посылка на столе. Там около 5 долларов 4 с чем-то. Здесь у нас тоже должен быть кейс. Какой-то он большой. В какой-то он красивой упаковке. Давайте сейчас я разверну, потому что что-то здесь... Начало спря... Во, нашел. Все, пошло дело, пошло. Просто вот такой вот кейс. Очень фирменно запакованный. Но, в принципе, можно открыть, легко посмотреть. Пожалуйста. Просто кейс для смартфона. Это вот Абран Алиэкспресс с валом. Можно покупать смело. И, ну, такой, конечно, расходный материал, да, как бы кейс на смартфон. Но, можно дешево и приобрести налички. Так, что-то он уперся. Вот, все. Закрылся. Красота. Ну, все, друзья. Теперь мы перемещаемся на пол. Так, посылки следующие достаточно большие. Поэтому я должен призвать ассистентов. Так, ассистент номер 1. Есть. Ассистент номер 2. Пройдите, пожалуйста, за ваше рабочее место. Идет. Ассистент номер 2. Одел халатик при входе в лабораторию. И тоже готов мне помогать открывать посылки. А теперь, друзья, самый главный вопрос, на который я хочу, чтобы вы ответили в комментариях. Зачем персику этот плюшевый леденец? Боже, он его так обожает. Он просто, он просто млеет, когда видит этот леденец на фоне. И здесь еще была пищалка. Так, встать. Пищалка. Они ее сгрызли, просто изничтожили. И так, а ну, давайте дадим чичи. Давайте дадим чичи леденец. Посмотри, что он будет делать. Все, он просто его унес. Короче, они млеют от этого плюшевого леденца. И будут мне сегодня помогать открывать посылки. Эти собачки маленькие. Кто скучал за собачками, их давно очень не было в видео. Обязательно напишите об этом в комментариях. Буду тогда почаще вам показывать персика, такую вредную собачку. Так, вот он наш с вами любимый пол. И действительно, крупные и большие посылки легче открывать на полу. Стоимость этой посылки 100 долларов. Так что, давайте я попробую эту ножку там вскрыть. О, она вскрывает. Ножик еще что-то режет. Иногда, иногда, когда ему захочется, он даже может немножечко порезать. Открываем, короче. Мое мнение, что это достаточно рискованная покупка для того, чтобы делать ее на Алиэкспресс. Потому что, ну, вы видите. Опять же, да. Не слишком ровная пришла коробка. Я думаю, паковали ее более тщательно. Но, опять же, если сделать все вот так, как сделал этот продавец, я не думаю, что возникнут какие-либо проблемы. Потому что здесь вещь на самом деле очень серьезная. А это, друзья, вот такая материнка Asus. Asus, не знаю, как правильно. Фу, ну, опасно. Опасно, мне кажется, такое что-то заказывать. Но клиент проверит. Все посмотрим, поймем. Вот здесь как-то все немножечко странно. Надпись вот эта. Мне чуть не очень нравится. Ну, я стараюсь так визуально просто оценить первое какое-то впечатление, чтобы сложилось. Короче, материнка с Алиэкспресс. Ребят, представьте себе. Капец просто. И доехала же. Доехала вроде бы целая. Идем дальше. Следующая огромная посылка стоимостью всего лишь 35 долларов. Так, вот мы ее быстренько открываем. Разбираем. Так, смотрим. Что у нас здесь внутри? Естественно, рюкзак. Так, рюкзаки очень часто, сверхчасто покупают на Алиэкспресс, потому что, ребят, в этом есть смысл. Они действительно очень качественные и недорогие. 35 долларов. Очень плотный материал. Очень внушительный рюкзак. Здесь есть разъемчик для наушников. Так, он ультра-черный. У вас там, наверное, на экранах все потемнело. Но я вам сейчас покажу, что у нас здесь внутри. Он такой, знаете, как смарт-рюкзак. Потому что, опять же, разъем. Выход пауэрбанка. Здесь у нас USB. То есть пауэрбанк лежит в рюкзаке. Вы идете в руке, смартфон заряжаетесь. Здесь у нас, опять же, очень мягенькая спина. То есть можно положить ноутбук, еще что-то. Короче, офигенный рюкзак за 35 баксов. Вы сами это видите. Действительно, очень качественный материал. Есть куча-куча карманов. Замок еще подарили в комплекте. Вещь очень достойная. И это видно за эти деньги. Просто класс. Следующая посылочка не очень большая. Стоимость около 5 долларов. И она у меня подписана делать колбасу. Ребят, давайте посмотрим, с помощью чего. Что нужно купить на Алиэкспресс. Чтобы делать колбасу. Я не знаю, заказал ли это тот же человек, Который у меня очень много. И термометров кулинарных, и всяких штуковин. И мясорубку заказывал. Он делает колбасу в Донецке. Ну, я сам тоже в Донецке, если кто-то не знал. То есть он заказывал у меня. Ему там пересылали. Может быть, это он же заказал. Там целое дело. Это нужно знать, ребят. Это нужно знать, как делать колбасу. С помощью этой штуковины. Смотрится очень даже забавно. Больше, как какой-то валик. А, ну так, это что-то у нас выдавливать. Правильно. Ну, видимо, начинку колбасную, колбасно-сальную. Ну, и пара леек, да. То есть, чтобы в кишку это все заталкивать. То есть, такая, именно вручную делать это штуковина. Уже готовый фарш сюда. И потом уже кишочку набиваем. Ну, это уникальная вещь, мне кажется. Кто видел, как делают колбасу такой штукой? Мне кажется, после этого спать сложно. Следующая посылка 13 долларов штаны. Я знаю такую песню. Мама шила мне штаны из березовой коры. Чтобы попа не потела, не кусали комары. Ну, не знаю. Это в моем детстве такие приколюшки мы пели. Так, штаны очень черные. Не очень черные, а очень черные. Как бы джинсы, но... Ну, не знаю, ребят. Ну, очень тоненькие штаны. Очень черные штаны. Написано джинс на них, но... Какой-то он необычный на ощупь. Это джинс, как хрон. Ну, понятно, что джинс тоже хлопковый. Ну, короче, какой-то тоненький. Какой-то тоненький, очень тоненький. Черные летние штаны. Не покупайте черные летние штаны, потому что черный так магнитит солнце. Чего, ноги сгорят просто. Ну, а в целом, вроде как бы неплохо. 45 долларов следующая посылка. Как бы нехило, поэтому краем очень аккуратно. Здесь тоже есть еще защитная пленочка. Так, ну, а здесь внутри целая вот такая черная с воротником. Белым штука. Вот такая штука на голову. Это что-то из аниме, может быть? Это что-то из аниме? Наверное, да. Наверное, да, потому что, ребят, ну, посмотрите нормально, пожалуйста, у продавца фотки. Я как бы оцениваю качество материала. И вот такой, как фартушек, да, тоже с такими вот рюшками. Это немножечко странно, если честно. Но материал мне тоже не очень нравится. Он такой вот синтетический. Так, ну и последняя посылка стоимостью 30 долларов. Еще один огромный рюкзак. Так, что-то он нам здесь немножечко засветил, да, кадр. Давайте немножечко уменьшим яркость. И посмотрим, как он выглядит. Что можно купить в Китае за 30 долларов? Какой рюкзак? Очень много рюкзаков заказывают очень часто. Заказывают, потому что в этом действительно есть смысл. Ага, это у нас тоже, кстати, очень популярное, как а-ля смарт-рюкзак. Во-первых, продавец, посмотрите, какую игрушечку-то положил. Какая красивая-то игрушечка. Не знаю, просто сувенирчик от продавца. И, пожалуйста, опять же, внутренний тайный карман на спине. Да, сюда можно положить деньги или еще что-нибудь. Так, открываем основной карман. Основной большой карман тоже. Смотрите, здесь прям значок для ноутбука. То есть, все здесь сразу же написано. Здесь все сразу же написано. Сюда вот так раз. И ноутбук положили. Опять же, такой же выход USB. Пожалуйста, можно заряжаться. Много маленьких карманов для зарядок, для всякой херни. Короче, полноценный смарт-рюкзак. Это более такой вот, знаете, тканевой, но тоже очень-очень качественный. Ну что, друзья, в принципе, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь на вас. Я надеюсь, что мы с вами соберем 5000 лайков. Я буду этому безумно рад. Если соберем больше, я расцелую каждого. Ну и на самом деле, если ты досмотрел это видео до конца или досмотрела, то ты самый лучший подписчик или самая лучшая подписчица. Потому что, ну, выдержать это не сможет каждый. Ты себя можешь причислять к лику святых букреевских зрителей. Не знаю, это звучит странно, но мне кажется, этим можно гордиться. Но чтобы я смог увидеть твой облик среди всех серых лиц, зрителей, которые не досмотрели это видео до конца, ты напиши в комментариях. Паркет я мою салом. Ну, это вообще ничего не понятно, да? Какой паркет, какое сало? Даже так в Украине не делают у нас. Можешь чего-нибудь даже добавить, да, чтобы это было еще смешнее. И я пойму, что ты истинный или истинная лучшая-лучшая подписчица моего канала. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Ссылки на все-все-все товары будут под видео. С вами был Букреев. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok